Всем привет! В этом видео я вам расскажу, как можно перевести китайский аппарат Meizu, то есть тот, который продавался в Китае, который вы купили на Алиэкспресс, на Гербесте, либо в любом другом китайском магазине, с прошивки ACU на прошивку iInternational. То есть, грубо говоря, из китайской версии аппарата сделать международную версию аппарата, ну и, соответственно, таким образом после обновлений не потерять русский язык. Вопрос как бы очень актуальный, потому что вот этот аппарат был куплен вновь в Китае. Ссылочка на то, с какой прошивкой он пришел, то можете посмотреть видео о распаковке, то есть там я показал, какая там прошивка была. Ну и сейчас я вам покажу, что у нас на данный момент. На данный момент у нас прошивочка, как вы видите, прошивочка OS, Flyme OS 4525i. То есть на этом аппарате уже стоит прошивочка i, ну и что в принципе в дальнейшем предполагает то, что русский язык из этой прошивки пропасть не должен. Итак, как это делается? То есть всем владельцам, как говорится, китайских Meizu посвящается. То есть эта инструкция конкретно для MX5, но на 4PDA я видел, что и под MX4, и под Meizu M2 Note тоже такая ситуация делается, и как бы вопрос фактически по сравнению с прошлым годом решен. Ну, в принципе, в прошлом году он не стоял в принципе, потому что не было таких проблем, как стало случилось в этом году. Итак, ссылочку на полную инструкцию в текстном виде, которая на 4PDA, по которой я делюсь, вот я положу под видео, можно будет зайти и посмотреть, если что-то будет непонятно из видео. Давайте я вам покажу тогда саму инструкцию. Значит, заходим на 4PDA, то есть на форум 4PDA. Заходим на форум 4PDA в поиске, просто вводим поисковый запрос Meizu MX5. И нажимаем вперед. У нас открывается страничка, и здесь у нас есть пункт прошивка. Выбираем прошивка. Ну и здесь, соответственно, есть у нас официальная прошивка. Неофициальных прошивок в принципе пока что нету. Но из официальных, то у нас есть международные, есть китайские. То есть, ну, нас интересует из китайской прошивки перейти на международную. В отделе инструкции есть вот такой спойлер. Ручная русификация китайских прошивок. Нажимаем сюда. Ну и здесь вот есть вопрос, как переехать с прошивки AU на прошивку I. И посмотрим, как это делается. То есть, заходите по этой ссылочке, ну, в принципе, как делаю я. Ну и здесь детально все расписано. Первым делом, что вам нужно сделать, это скачать System.Ink4525i, который находится у нас по адресу от Сендекс.Диска. Вы скачиваете этот файлик. Следующее, что вам нужно сделать, это получить рут на нашем аппарате. Как это сделать? Рут мы получаем, заходим в настройки. Есть у нас аккаунты. Вот. И, соответственно, здесь вот есть мой аккаунт Flyme. То есть, я уже залогинен, я уже зарегистрирован. Если вы не логинились, не регистрировались, тогда просто там у вас будет... Сейчас, может, мы просто возьмем, выйдем. То есть, берем, выходим. То есть, когда вы попадаете сюда, нажимаете мой Flyme, и у вас здесь есть возможность. То есть, если у вас есть аккаунт, просто вводите логин, пароль, войти. Если у вас нет, то нажимаете регистрация. В регистрации вы можете ввести имя Flyme, или же у вас там будет ввести номер телефона. Я выбрал имя Flyme, чтобы не привязываться к номеру мобильного телефона. Придумывайте себе логин, пароль, ну, и безопасность почты. Пойдите сюда электронную почту, на которой в случае чего можно будет восстановить ваш пароль, если вы забыли. Сейчас я залогиниюсь, и мы продолжим. Так, готово. Окей. Когда мы попали в наш аккаунт Flyme, то мы нажимаем на вот эту вот стрелочку. И мы попадаем в такую вот менюшку. Что нам нужно? Нам нужно открыть доступ к системе. То есть, у меня открыто. У вас будет фактически... То есть, закрыто. Вам нужно будет открыть доступ к системе. Таким образом, грубо говоря, получить рут. После того, как вы это сделаете, аппарат предложит перезагрузить смартфон. Вы перезагрузите смартфон. И после того, как он загрузится, у вас уже будет, как говорится, рут. Следующее, что нужно сделать, это в Play Market скачать SuperSuit. Находите SuperSuit. Вот его качаете. Устанавливаете. Принять. Можете даже открыть. Продолжить. И сейчас нам хочет обновиться. То есть, мы нажимаем не ТВРП-СВМ, а нормально. Так как у нас рут есть. Разрешено. Разрешено. То сейчас он нормально обновится. И проблем у нас никаких не будет. После того, как это сделано, он просит перезагрузку. Перезагружаемся. Аппарат перезагрузился. У нас SuperSuit стоит. Но пока никаких приложений у нас здесь нет. Следующее, что нужно поставить, это Android Terminal Emulator. Ну или же другой, любой эмулятор терминалов. Терминалов Android Terminal Emulator. Вот. То есть, можем, 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 можем поставить в принципе, в принципе любой из этих вариантов, которые здесь доступны. Ну, я вставил вот этот. Установить. У нас установлено. Мы его открываем. И видим, что у нас здесь есть в командной строке такой значок доллар. Это говорит о том, что мы находимся в статусе обычного пользователя. Для того, чтобы нам получить, скажем, root, чтобы терминал получил root, то нам нужно набрать команду SuperSuit. Но перед тем, как мы наберем эту команду, то файлик SystemImage, который мы скачивали, нам нужно закинуть в корень нашего смартфона. То есть, если вы используете компьютер, на компьютер качаете, то с компьютера закидываете. Если же вы закачивали прямо со смартфона, с 4PDA, в файлик, который, 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 который я показывал. То есть, здесь вот инструкции, русификация, переезд. Вот. Сразу этот файлик можно закинуть в наш смартфон, то есть в корень по внутренней памяти нашего смартфона. То есть, просто в корень. И у нас там просто будет файл SystemImage. То есть, он качается, он не заархивирован, просто там сразу будет SystemImage. А если вдруг там будет архив, то просто архив нужно будет разархивировать, и чтобы у нас System.img файл был в корне. После того, как у нас файл есть, то мы возвращаемся в наш терминал, набираем команду su, и после этой команды, то мы должны получить права суперпользователя. вот, нас просят предоставить права, мы предоставляем терминалового права, и видим сейчас у нас уже в командной строке решеточка, либо же так называемый DS, и после чего, фактически, мы можем приступать к установке этого файла SystemImage, скажем, с прошивкой I на свой смартфон. То есть, здесь, в инструкции, то есть, в инструкции у нас здесь описано, что... Здесь написано, что после того, как мы получим su, точнее, su получим, получим root, в терминале получим права суперпользователя, того же root, нам нужно будет ввести вот эту вот команду dd if равно slash sdcard, то есть, вводим эту команду вручную, без соблюдения всех пробелов, всех знаков и так далее. После того, как мы ввели эту команду, ну и, соответственно, ее подтвердили в терминале, но я сейчас вводить не буду, потому что у меня уже все это дело стоит. Нажимаем Enter, ну и просто ждем минут... Ну, у меня было минуты 3, хотя на форуме писалось минут 10. Да, кстати, забыл сказать, что перед тем, как мы всю эту процедуру делаем, обязательно заходим в настройки, ну, как написано в инструкции, по крайней мере, в настройки дисплея выставляем спящий режим дисплея на 10 минут. Просто были отзывы, что если поставить меньше, то терминал там подвис, в общем, ну и, в общем, какая-то была проблема. Ну, у меня проблемы не было, где-то минуты через 3, то у меня все установилось, опять появилась у нас решетка, это стимулизировало о том, что команду, которую мы ввели, она была полностью выполнена. Вот. Эту команду, то можно... Ну, я просто себе блокнотик ее закинул, то есть, можно сделать таким образом, но лучше, в принципе, набрать ее там вручную. После того, как мы это все сделали, когда у нас появилась решеточка, мы перезагружаем смартфон, он сам попросит, либо он зависнет, как было написано в инструкции, но у меня не завис, я сам его перезагрузил вручную. После этого, то когда я зашел в настройки, я увидел, что на моем смартфоне уже стоит оська с буквой I, то есть, уже была стояла интернешнл прошивка. Значит, после этого очень рекомендуется сделать что? Рекомендовалось зайти в BVV в память и сделать сброс настроек, причем сброс настроек полный, со всеми галочками, что полностью сбросить, потистить хвосты от китайской прошивки, которая стояла здесь раньше. После того, как мы сделали сброс, опять-таки смартфон перезагрузится, и мы получаем чистую I прошивку, которая фактически должна была бы поставляться на смартфоны интернешнл-версии. Ну и все, после этого мы получаем смартфон китайскую версию с интернешнл-прошивкой. И можем не переживать за то, что в дальнейшем у нас будет исчезать русский язык или он куда-то исчезнет и так далее. Ну, инструкция, в принципе, несложная, но я это сделал, скажем, все чисто шел по инструкции, которая была на 4PDA. Ссылка на 4PDA обязательно будет под видео. Выполняйте все в точности, как там написано. Ну и, в принципе, как я показал, и вы сможете сделать свои MX-5, соответственно, перевести с китайской прошивкой прошивку на интернациональную, на интернешнл-прошивку, и таким образом получить смартфоны, которые продаются чуть дороже. Кстати, из-за того, что я как раз игрался с прошивкой, то немножко заткнулся обзор. И скоро появится обзор, после которого этот аппарат будет продаваться. Все тогда. Всем большое спасибо за внимание, за то, что посмотрели это видео. Надеюсь, что видео для вас было полезным, интересным. Если полезное, то так вот ставьте внизу, пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Ссылка на 4PDA с детальной инструкцией также находится под видео. Соходите, смотрите, скачивайте, устанавливайте и радуйтесь вашему смартфону. Кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, вступайте также в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Инстаграм. Всем большое спасибо. Пока.